Доброй ночи, дорогие друзья! Но, во всяком случае, то, о чём я говорю последние три года, мне кажется, теперь должно быть услышано. Вот меня многие спрашивали, почему я согласился выступить в Совете Федерации. Потому что это был один из немногих шансов донести до крупных чиновников мысли о необходимости экстремальной педагогики. Такая идея позволила бы, ну, я прежде всего, конечно, должен выразить соболезнования всем, кто пострадал, и предостеречь от многих обобщений. Потому что сейчас, естественно, начнут разбираться с руководством этого техникума. Оно и так пострадало. И вообще-то не руководство техникума должно решать вопрос о психиатрической экспертизе сложных учащихся и об организации охраны высшего учебного заведения. Они же не всемогущие. Они посадили там внизу вахтёра, а поставить рамки сами они, вероятно, не могут. Школьного психолога или там вузовского психолога заставить проводить регулярный тест, они не могут. И, в общем, я бы хотел, чтобы со стрелочниками не расправлялись. Но это бессмысленное заявление. Я помню, что директора школы в Беслане очень многие спешили обвинить, хотя я делал с ней тогда интервью, и, в общем, мне её невиновность или, во всяком случае, минимальная виновность были очевидны. Но, естественно, что многие тогда спешили, особенно из жертв пострадавших, из родственников, многие спешили её обвинить. Но, естественно, кстати говоря, сами жертвы, раненые там или получившие психическую травму, в меньшей степени, чем родственники. Так всегда бывает. Но я хотел бы привлечь внимание всё-таки к теме экстремальной педагогики. Эта тема позволяет решить две проблемы. Первая, естественно, это на ранних этапах расследовать, выявлять, блокировать опасные тенденции в классе. И вторая вещь – это позволит мотивировать учащихся педвузов. Ни для кого не секрет, кто идёт сегодня в педвузы. Они набираются по остаточному принципу. Это те, кого не взяли больше никуда. Процентов на 60, по моим подсчётам, это так. 40 есть искренне мотивированные. Но дело в том, что работа в школе – это работа довольно-таки каторжная. Работа в вузе тоже нелегка. Особенно в колледже, где, ну, как бы в техникуме, который занимает промежуточное положение. Не средняя и не высшая школа. Мне представляется, что нужно давать учителям совершенно особые, очень специальные льготы. Выход на пенсию после 40 лет. Потому что учитель должен быть на ногах постоянно. Если он сидит перед классом, он не видит того, что в классе происходит. Если он не прохаживается по классу, он его не контролирует. Он должен постоянно удерживать внимание детей. Это очень трудно. Мне большая часть моей работы – лекции, журналистика, эфиры на радио – представляется легче школьной. Понимаете, школьная работа труднее всего и оплачивается хуже всего. Я этим занимаюсь как экстремальным спортом. Это моё развлечение. Но, в принципе, человек, который занимается этим не только по зову сердца, а ради выживания или ради миссии, разные бывают мотивировки, должен, конечно, кроме удовольствия от работы, должен получать очень серьёзную помощь от государства. Он должен быть привилегированным зрителем премьер. Учитель обязан быть в курсе этого всего. То, что учителям не организуют походов на кислоту, например, мне не нравится эта картина, но она значительна, она достойна того, чтобы её смотреть. То, что им не устраивают, как раньше устраивали, педагогических конференций с обсуждением новых фильмов о молодёжи, новых книг – это преступление. Учитель должен быть первым кандидатом на международный обмен. Даже в эпоху Холодной войны, как сейчас, он должен выезжать за границу и знакомиться с передовым опытом. После 40 лет он должен уходить в методисты или в вузовские преподаватели. Это работа всё-таки более спокойная. Школа – это, поймите, это экстремальное дело. И то, что сегодня класс подготовки учителей не заслуживает ни одного доброго слова, то, что в педвузах меняются руководства, то, что в педвузах дошло уже чуть ли не до молебнов перед лекциями, то, что программа этих вузов не менялась очень давно, то, что методическая подготовка в них на жалком уровне, простите, я знаю это из первых рук, это всё ведёт к катастрофе. Для чего нужна экстремальная психология и экстремальная педагогика? В России должен быть создан, я в этом убеждён, и создан быстро, институт, похожий, подобный институту усовершенствования учителей. Но это должен быть институт, где работают специалисты, педагоги, психологи, готовые разруливать сложную ситуацию. Вы сообщаете туда, если вы учитель, что в классе травля, и вы не можете с ней справиться. Это приезжает такой инспектор, приезжает, естественно, не под своим именем и не под своим прямым должностным назначением. Он приезжает, допустим, как проверка из вышестоящей инстанции, или как гость, или как просто, я не знаю, как заезжий писатель, как журналист. То есть, неважно, он приезжает в этот класс и начинает с ним работать, это должен быть человек, который может разобраться с ситуацией на месте. Поводом для такого выезда на место является травля в классе, любой буллинг, буллинг для Колумбайн, помните, история, изложенная в классическом американском фильме Мура, документальном. Фильме, который большинство российских учителей не смотрело. Ведь это Майкл Мур, это же не касается нас. Вторая ситуация. Это, условно говоря, синие киты. Любая суицидная мания, любая секта, которая в классе поселяется. Пример аутичного, не контачащего с остальными школьника, который подозрителен. И уж, конечно, ситуация, когда человек страдает от несчастной любви и публично заявляет, что он расквитается с возлюбленной или расквитается с учителями. Здесь, насколько я понимаю, в случае Рослякова были ситуации, когда люди слышали о его заявлении. Неблагополучие с родителями. Родители, которые пьют или бьют школьника. Взаимонепонимание с учителем. Есть такие дети, которые стоят иного взрослого дебошира, которые целенаправленно срывают уроки, которые выбирают учителя своей жертвой. Легче всего сказать, что такому учителю не место в школе. Но эдак мы пробросаемся, понимаете, мы начнем терять специалистов, профессионалов. Да, иногда учителю на первом, на втором году работы, особенно во время студенческой практики, трудно подчинить класс своей воле. А это делать неизбежно придется. Ему нужны психологические советчики, ему нужна помощь. И не снисходительная и высокомерная помощь старших коллег. Это должен быть чужой посторонний человек, приезжающий откуда-то и наводящий порядок. Представьте, как интересна была бы жизнь этих инспекторов в этом институте. Как интересен был бы этот институт экстремальной педагогики, пытающийся решить вот эту проблему. Почему в известном возрасте, чаще всего подростковом, любовная драма приводит к желанию расправы не с ней, не с героиней, а с остальными? Почему вот так странно рикошеть-то эта проблема? Она и в Штатах не решена, и в России не решена. Но если она не решена в Америке, нельзя бесконечно кивать на Америку. Ее надо решать здесь и сейчас, в России. Конечно, национальный лидер уже успел сказать, что виноват во всем глобализм. Ему глобализм во всем виноват. И если ему представляется, что виноват в данном случае интернет, по которому школьник узнал про Колумбайн, ну почему не допустить, что виновата атмосфера насилия и жестокости в обществе, и культ силы, которые есть, и требования решать все силой. Много чего виновата. Тут надо решать не кто виноват, а что делать. И делать, на мой взгляд, необходимо одно. Необходимо создавать учителя нового типа. Потому что вызовы, с которыми сталкивается сегодняшний педагог, это не то, что старенькая учительница 85-го года, которая из последних сил пытается удержать класс. Дети стали другие. Они умнее, они быстрее, информирование и, простите, уязвленнее, травматичнее. Как когда-то очень точно сказал Шендерович, возможно, это не поротые поколения. Но оно, условно говоря, страдает от своей непоротости. Оно поротое своей непоротостью, потому что оно и не получает внимания должного. Его игнорируют в принципе. Его игнорирует кинематограф, если не считать патологических случаев, которые становятся очень часто темой искусства. После школы Гай-Германики я не помню фильма, который бы всерьез занимался рядовыми, не экстремальными, а просто рядовыми проблемами школы. Понимаете, я знаю очень хорошо по долгому опыту сегодняшний педагогический состав. И я знаю, что можно построить для них 20 идеальных элитных школ, в которых дети будут свободно перемещаться по классу, в которых они будут заниматься чем хотят, в которых им предоставят идеальные спортзалы, там, я не знаю, трубу для съезда с третьего этажа на первый, и такое я тоже видел. Невероятную музыкальную подготовку, лучшие инструменты, нанобетон, из которого будут сделаны пружинищие лестницы. Все это можно сделать, но нельзя выработать самостоятельно новую концепцию педагогики. Это дело государственное. Когда у нас крупнейший экономист страны заявляет, что нам не нужны больше физико-математические школы, он не понимает, зачем эти школы нужны. Они нужны не для того, чтобы было больше математиков, а для того, чтобы было больше интеллектуалов. А общество, в котором занижен процент интеллектуалов, понимаете, оно нежизнеспособно. Калмогоровский интернат был нужен не для того, чтобы математиков плодить, а для того, чтобы там Ким преподавал, для того, чтобы там дети спектакли ставили, для того, чтобы там вырабатывались современные подходы к экономике, а не только для того, чтобы математики где-то существовали. Понимаете, если Греев предлагает упразднить математические школы, я не понимаю, собственно говоря, какова цель руководства страны. Она вообще в том, чтобы одурить страну и окончать? Ну тогда не удивляйтесь, что у вас нет педагогики и, соответственно, нет людей, способных блокировать опасные ситуации. Если сейчас, после такого, не создать в России институт срочной экстремальной педагогической помощи, мы будем сталкиваться с этим еще и еще. И это проблема из тех, которые требуют насущного решения. Пока в стране не будет хороших врачей и учителей, не надейтесь спасти ее хорошими офицерами. Вот это, по-моему, сказать необходимо.